Сейчас, собственно, вам сниму, покажу, чтобы вы видели, каким образом поменялось питание в Roller-Bit Frost Moderna в этом сезоне. Ну, а вы судите сами. Ну что, ребят, встал я сегодня пораньше для того, чтобы показать им завтрак в отеле Roller-Bit Frost Moderna. Ну и в солнце на течение дня планирую показать вам и обед, и ужин, для того, чтобы вы понимали, на каком уровне сейчас питание в отеле Roller-Bit Frost Moderna, как я уже сказал. Для меня это очень большой выбор, для меня это достаточная представленность. Ну, а вы судите сами. Зашли мы в зону ресторана Mediterranean. Он, скажем так, спаренный рестораном Азиатик. Сейчас посмотрим, что у нас тут на завтрак. Ну, вот, холодное молоко в пакетах. Мед, джемницы, возможно, сухие завтраки. Тарелочки. Тарелочки. Тарелочки всегда чистые, всегда теплые, как положено. Кашка, тосты. Сосиски. Петерные сосиски, вареные яйца. Картошка. Здесь готовят омлет, причем омлет готовят в нескольких локациях. Там же на тандыре, сюда готовят какие-то лепешки. Донаты, пончики. Чай. Раз, два. Три, четыре, пять литров чая. Три вида сахара. Два кофейных автомата стоит. Где можно приготовить черный кофе, кофе с молоком, капучино, эспрессо, горячий шоколад. Шоколад с молоком, молоко. Ну и просто, собственно, горячая вода. Держи бар. Водичка выдается в любом количестве, пожалуйста, по запросу. Держи пиво. Написки, фепси, меринка, содовая. Соки. Ананасовый, яблочный, апельсиновый. Не знаю, натуральные или нет, я их не употребляю. Но, судя по вкусу, наверное, не совсем натуральные. Туалет в ресторане. Вот так вот он выглядит. Ну и, собственно, же говорю, все туалеты приблизительно одинаковые, все ухоженные в большей или меньшей степени. Еще одна стойка с тарелками. Это уже зона перестранула азиатик. Здесь представлена еда более такая специевая. Более острая, скажем так. Но, тем не менее, есть вот, пожалуйста, мермышель с молоком, овсяночка. Белые бомбы, сосиски куриные, тостовый хлеб, яйца, картофель. Здесь жарят у нас блинчики. Можно их с сахарной пудрой, либо коричневым сахаром, либо нутеллой. Пироги, всякие всевозможные пирожники. Хлеб. Если кому-то нужен детский стульчик, пожалуйста. Так, что у нас дальше? Ну, вот посадочные места вы тоже видите. Посредине между двух ресторанов находится такая салатная зона. Ну, и не только салатная, скажем так, но и салатная в том числе. Что у нас здесь? Все помидоры, садатный набор. Лук, морковь, взбиваем. Из фруктов у нас яблоки, апельсины, изюм, пиники, грейкрут, дыня, йогурты и желе. Сыры, колбаска, все стандартное, все репетно. Идем дальше. Взяли себе ресторан. Это немецкий ресторан. Ресторан «Зубкайзер». Замечательные колбасанчики. Снова тостовый хлеб, вареные яйца, сосиски с луком, картофель. Видите, картофель уже немножко другой импетацией. Белые бобы. Все, в принципе, аналогично. Ну, завтрак, конечно, не оближается особым разнообразием. Посмотрим, что будет на обеды, на ужин. Далее ресторан «Таджин». То есть мы уже раз, два, три, четвертый ресторан, который работает на завтрак. Ну и, собственно, последний. Ресторан «Таджин». Восточный ресторан. Хлеб. Тосты. Египетские бобы. Вот такая, какая-то максимума улыбка. У нее добавляются всевозможные добавки, специи. Здесь салатный стол. Шухие-завтраки. Готовят халафель. Овсяночка. Яйца. Вот, собственно, халафель. Жареные овощи, баклажаны. Те же сосиски. Картофельное пюре. Тостовый хлеб. Здесь тоже жарят блинчики и комлет. Ну и вот, собственно, бар с соками. У нас яблочный апельсиновый, стандартный набор. Ну и, естественно, спиртные напитки, которые на запахе не подавится. Здесь кофе-машина. Диевицкий пирог. Довольно интересная штучка. Ну и булочки тоже немножко другие. Не могу сказать, что большое разнообразие. Но, собственно, большого разнообразия на завтрак и не нужно. Завтрак должен быть легким. Он должен положить начало дня. И дать там на пустые, на день грядущие, как говорится. Ну, во всяком случае, меня все устраивает. Мне достаточно той еды, которая представлена на завтрак в том числе. Ариш Паб. Это единственный паб, ресторан, бар, который не работает в сезоне пандемии. Все остальные уже работают, спортбарки в том числе. Ариш Паб сейчас служит таким актуальным залом, в котором, ну, собственно, гиды проводят свои рассказы о экскурсиях и так далее, о концепции отеля. Раньше здесь были дискотеки. Сегодня это вот так. Так, ну что, уже обед, обеденное время. И сейчас, собственно, вам сниму, покажу, чем кормят на обед в Урале Бокросс Модерна в июле 2021 года. Так, что у нас тут жарят? Дымится, дымится, дымится. Сейчас посмотрим, что это. Там очередь целая стоит. Я уже давно тут не наблюдал очередей. Это бургеры. Бургеры. Куриный бургер на гриле. Начнем мы с той же локации, которую мы начинали на завтраке. Вот еще повар. Что у нас здесь есть? Рядыше. Здесь мы уже на фаску. Рядыше. Здесь мы подпишем. На обед уже можно взять что-нибудь из кирпного. Виски, ром, брендит, текила, бакарди, джин. И вина. Также пила, конечно, и куски. Говядина. Жареные баклажаны. Алена. А что ты взяла? Охо, вы к концу. Рис. Куриный соус. Чечевица. Овощи в китайском стиле. Благодаренные брокколи. Картофель саламасала. Картофель фриль. Сочетаем первые блюда. Крем-суп из зеленого горошка. Раз. Овощной прозрачный суп. Окей. Два. Обед уже продолжается довольно-таки долго. Мы пришли уже практически за полчаса до его окончания. Смотрим, что у нас на салатном столе. Не буду перечислять. Все видно. Очень классная вот эта вот штука. Которая называется рукава. Я очень люблю, всегда беру очень много. И съедаю такое ощущение, что она прям, прям как будто бы высоко ровно. Далимая рыба. Рис. Куриные рулетики с шпинатом. Ужаренные цукини. Капуста. Картат в романгире. Сметанный соус. Круто. Суп номер три. Куринный прям суп. Сколько людей на грозе у нас в немецком ресторане. Далее это джин. Ресторан джин. Восточный. Что у нас здесь? Мы уже начитали три супа. Вот он четвертый суп. Морковный. Дальше что у нас? Картофель три. Фаршированный перец. Жареный картофель. Рыба на гриле. Брязная шавырма. Вар. Можно зайти на карасу. Но так же сейчас жарко. Желающих на карасе не очень много. Люди выбирают каждый себе место по желанию. И собственно обедают. Сейчас мы посмотрим что еще люди тут обедают. В общем, каждый обедает там, где ему удобно. Редный ресторан работает только на ужин. Поэтому он сейчас закрыт. Соответственно, я сейчас тоже возьму себе что-то покушать. И отобеды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечер. Собственно, я снял вам все приемы пищи в отеле Ройла Беттернф Модерна. В июле 2021 года. И остался только ужин. В принципе, они все типичные. Иногда бывают какие-то изменения. Нет, ну не постоянно бывают какие-то изменения. Но вот сегодня я вам покажу еще и ужин. И чтобы вы вот видели, каким образом поменялось питание в Ройла Беттернф Модерна в этом сезоне. Семейка наша. Не в полном составе. Дойца выросла уже. Тима потерял. Тима весь у меня проверяет 10 раз. Так что у нас сегодня на гриле вечером жареная курица. Немаловажная такая деталь в том, что на ужин в Ройла Беттернф Модерна тоже есть первое блюдо. Модерна. Стролденал. Модерна. 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 Паста, жареный морковь, рис с фруктами, курица в кисло-сладком соусе, чурица, бобы, тихая капуста, обитаясь в кусте, как топлив, что вы махалу. Вот все, стенцу пастикинит. Смотрите, еще один суп из белой фасоли. Ну что, как пахнет? На ужин у нас работает рыбный ресторан, который называется Кулина. Сейчас мы в него зайдем. Посмотрим, что здесь из рыбы представлено сегодня. Обычные переводки есть. Бар. Молоко. Молоко, чаи, паолье. О, это рис обычный. Рыба, жареные овощи. Морепродукты. Морепродукты. Рыба, жареные. Морепродукты. Морепродукты. и еще один чипчик и сборить радужку. Фрукты, в принципе, тоже самый набор. Обычно бывает еще дым, сегодня почему-то нет, ну и сладость. На ужин работают все рестораны. Вот мы сейчас заходим в немецкий. Осколок в кобуровке, рис с грибами, куриный соус, что за куриным соусом браун, жареные овощи, картофель жареный. Вот еще один суп, пиктует в суп, это уже более члеварный суп, который сегодня есть. Переходим в Таджин, Таджин это восточный ресторан как я уже говорил Тоже работает, смотрите сколько ресторанов работает, средиземноморский, азиатский, немецкий, восточный, рыбный и итальянский Шесть ресторанов работает на ужин, свой или еще супов, кстати, на ужин больше чем на обед Суп с шмейцей, сладкий кукулузный суп Картос ульфри И скажите мне, что это мало еды Плов с рисом Рагу из белой фасоли Курица Таджин Долма Долма, да вы смотрите Кускус с луком и изюмом Жареная говядина Смотрите, как это все красиво пакет Бар, естественно, в каждом ресторане Здесь какое-то шоу Это египетский пирог с сыром Вот эти люди на террасе уже сидят вечером Жара немножко ушла, поэтому можно и на террасе И это еще не все Еще у нас остался итальянский ресторан Итальянский ресторан, кроме всего остального, работает еще и на поздний рудинг Называется он Сопрано Что вы его знаете, я уже его, наверное, показывал, а может быть и нет Уникальный такой хлеб В итальянском стиле Еще один томатный суп Здесь же готовят биццу Ризотто с креветками Жареные овощи Измельченная говядина Картофельное пюре Водоту и овощной Лазанья Баланьезе Здесь жарят такие патигольники Что они называются Не знаю, как они называются Они высокие добавочки На такие грянки Ты все это жаришь Куриные огурки на гриле Конечно же традиционный бар Чайный уголок Ну да, не последнюю очередь Конечно, я очень люблю, что есть еще на террасе Делаю пасту Вот, собственно, здесь готовят пасту Круто съем, да? Вот таким образом выглядит ужин в Ройл Альбатрос Модерна в сезоне июля 2021 года Довольно разнообразный Это самый насыщенный такой прием пищи Ужин Я пойду что-то себе выберу по ужину И вам тоже приятного аппетита Дивиз в сезоне Дивиз в сезоне И я довольна Дискать Высок Другая И эти приемные Другая И негатив Другой Другой Удопыт Заткать Спасибо, брат. Спасибо, брат. Спасибо, брат.